Здравствуйте! В эфире программа «Территория-02». О самых значимых и интересных событиях, которые произошли на этой неделе в МВД Хакасии, расскажу вам я, Ольга Крупенина. Побывали на режимном объекте и увидели, как кипит работа в самом сердце МВД Хакасии, в дежурной части ведомства. Познакомились с министром и посетили музей. Такая насыщенная программа ждала абаканских школьников, которые пришли в гости к полицейским на день открытых дверей. Подробности в следующем сюжете. Колючая проволока и тяжелые засовы. Повсюду стальные решетки. Режимный объект. Изолятор временного содержания. В обычные дни находиться здесь имеют право лишь сотрудники полиции. Но в день открытых дверей побывать с экскурсией в ВВС смогли абаканские школьники. Необычная экскурсия вызвала у подростков бурные эмоции. Ребята заходили в камеры для заключенных, побывали в прогулочном дворике, домовом храме и даже карцере. Камера номер 15, это у нас карцер. В 6.00 по подъему нары поднимаются. Фиксируются. И человек только на стульчике может сидеть. Школьники признались, увиденное очень впечатляет. И оказаться по ту сторону решетки при других обстоятельствах не хочется. Попасть сюда не хотелось? Ну да. Ну да. Психологически, конечно, все-таки, вот если так это заходишь, я не знаю, как, но, конечно, да, действительно произойдет впечатление. Более отчаянно. После посещения ВВС несколько десятков школьников продолжили познавательную экскурсию по Министерству внутренних дел. Для подростков в ведомстве был организован день открытых дверей под названием «Такая работа». Ребята узнали о героях, погибших при исполнении служебного долга, посетили музей и побывали в самом сердце полиции – дежурной части. Как вы знаете, у каждого сотрудника органов внутренних дел имеется табельное оружие. На вооружении стоят у нас пистолеты Макарова. Сюда сливается вся информация, которая происходит на территории республики. Ему помогают оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного. Ну и в дежурной части хранится самое главное – это святыня нашего МВД – это знамя МВД республики Хакасия. Настоящим сюрпризом для собравшихся стало выступление кинолога и служебной собаки. В завершении школьники лично встретились и побеседовали с министром внутренних дел Хакасии Андреем Кульковым. Глава ведомства подчеркнул, на службу в полицию необходимо приходить осознанно, по зову сердца. Профессия, которую мы сегодня будем говорить и обсуждать, она не терпит равнодушие. Ведь мы и в целом полиция являются не только карательным органом, как таковым. Основная задача – безусловно, профилактика. Недопущение совершения правонарушений и отвратить человека, который, возможно, по незнанию или по какому-то другому основанию переступил черту. И не дать им возможность совершить преступление. Это основная задача, поскольку в первую очередь мы ориентированы на вас, хотим видеть вас в нашем строю, потому что вы наша смена, и она должна быть достойной. Для собравшихся в МВД ребят это не просто интересная встреча. Поближе узнать о работе полицейских они хотят еще и потому, что многие из них точно решили связать свою жизнь с этой трудной, но такой нужной профессией. В гостях у полицейских школьники смогли подробнее узнать о работе самых важных служб ведомства. Ребята познакомились с победителями конкурсов профмастерства. Лучшие по профессии не только рассказали о своей работе, но и о талантах и увлечениях. Эти сотрудники – победители конкурса лучшей по профессии. Следователи, оперативники, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, представители важнейших служб полиции. Все они не только настоящие профессионалы своего дела. Ничего человеческое стражам порядка не чуждо. Большую часть времени они, конечно, проводят на работе, но остаются отличными семьянинами, верными друзьями, одерживают спортивные победы и занимаются творчеством. К примеру, майор полиции Виталий Имкин и его коллеги создали собственную группу. С Виталием Александровичем я знаком на протяжении уже 15 лет. Мы вместе с ним начинали службу средовых. Я его знаю как человека целеустремленного, способного к самообразованию. Постоянно ищет нестандартные пути решения каких-либо проблем, возникающих с ним, как по службе, так и в жизни. И успешно их преодолевает. И очень часто помогает друзьям, вообще, в принципе, всем людям, если он это может. А он это может и хочет. Виталия Александровича я знаю не только как грамотного и исполнительного сотрудника, но и как творческую личность. Очень хорошо играет на гитаре, одновременно с этим поет. В свободное от работы время вместе с Виталием Александровичем и еще одним нашим сотрудником мы собираемся в ДК, берем гитары в руки, садимся за барабан и поем песни. И наряду вместе с этим и с работой и творчеством Виталий Александрович отличный отец. У него трое сыновей, которые успешно занимаются спортом, в школе учатся. Всем им он уделяет очень большое внимание, совместно с ними разбирает какие-то проблемные ситуации. Некоторых даже учат уже в игре на гитаре. А вот сотрудник следствия Илья Матвеев – представитель полицейской династии. С выбором профессии он определился с самого детства. Ну Илья Олеговича знаю с 2013 года, как только он закончил школу милиции, соответственно поступил в следствие, работает с этого периода в следственных органах в начале города Абакана. Ну и потом, соответственно, он перешел в следственную часть, где в настоящее время трудится так же, как и я. А знаю его как бы с положительной стороны, веселый, находчивый человек, занимается спортом. Он потомственный сотрудник, родители его также работали в органах внутренних дел. И с супругой его также, соответственно, интересно, что работает в органах внутренних дел. Как я сказал, занимается спортом, плаванием, победитель профессионального мастерства по следственным органам. Беседа школьников и полицейских получилась живой и непринужденной. Подростки буквально засыпали сотрудников вопросами и с интересом слушали стражей порядка. В завершении встречи победители конкурса профмастерства получили заслуженные подарки из рук главы МВД Хакасии. А юные гости и, возможно, будущие стражи порядка поблагодарили полицейских и пообещали стать для них достойной сменой. В этом видеоролике мы поговорим об ответственности за экстремизм в соцсетях и в интернете. Давайте разберемся, что такое распространение экстремистских материалов и чем оно грозит. Экстремистскими считаются материалы, признанные таковыми по решению суда. Список материалов опубликован и постоянно пополняется на сайте Министерства юстиции. Распространение грозит штрафом до 3000 рублей, административным арестом на срок до 15 суток, либо лишением свободы на срок до 4 лет. Существует также отдельное противоправное деяние, такое, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Поэтому эксперты рекомендуют никогда не размещать, тем более в открытом доступе на своей странице в соцсетях, материалы, которые органы власти могут истолковать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это и видеоматериалы запрещенных в России организаций, список которых можно найти на сайте Минюста, а также просто побудительные предложения экстремистского характера. Также помним, что как размещение, так и лайк, расшаривание и репост признаются распространением информации, а значит, наказываются. Это может грозить штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или принудительными работами на срок до 3 лет, или арестом от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы до 4 лет. Еще одна разновидность – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Согласно УК РФ, терроризм – это совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. За призывы к терроризму или за его оправдание может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы осужденного за период до 3 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Территория-02». В студии была Ольга Крупенина. Безопасности вам и вашему дому. Увидимся через неделю на канале РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова